Приветствую вас, уважаемые, на нашем канале «Кто по масти?». В этом видео 10 самых известных грузинских воров в законе. Грузинская группировка по своей активности в Москве и российских регионах, пожалуй, превосходит все остальные. Криминальные авторитеты родом из этой солнечной страны составляют треть от всех преступных лидеров столицы, и по всей стране их примерно половина от общего количества. Грузинская ОПГ является самой мощной силой в криминальном мире, она сильна своими традиционными связями. Больше всего грузинских воров в законе в Москве, где официально прописаны и владеют собственностью примерно 40 человек, а всего проживают в столице около ста грузинских законников. В этом видео мы выбрали 10 самых известных грузинских воров в законе. Номер 1. Аслан Усаян, дед Хасан. Влиятельный вор в законе, под властью которого находился криминальный мир всех постсоветских территорий, а также большой части Западной Европы. Он возглавлял кавказские преступные группировки. Могущественный российский вор в законе, следовал в основном старому воровскому кодексу. Часто действовал в качестве третейского суди в конфликтах между бандами. Дед Хасан был застрелен снайпером в 2013 году. В Грузии авторитет имеет непосредственное отношение. Аслан Усаян родился в Тбилиси и провел там свою молодость. Несколько раз был судим грузинским судом за кражи и спекуляции. Был коронован в 1963 году в Грузии. Получил свой титул по всем правилам, отбывая наказание за спекуляцию. После 1991 года, освободившись, Аслан Усаян возвращаться в Грузию не стал. Номер 2. Тарьел Аняни, Таро. Грузинский бизнесмен и криминальный авторитет. Вор в законе старой школы. Сформировавшийся еще в советские времена. Принадлежит кутаинской группировке. В 80-х считался самым влиятельным столичным законником. В 90-х уехал в Испанию. Но в 2006 вернулся в Москву. В 2010 году был приговорен к 10 годам. В октябре 2019 года выдан российскими властями Испании. Для отбывания наказания за криминальную деятельность в этой стране. Родился авторитет в грузинском шахтерском городке Ткебули. В Грузии он несколько раз был судим за кражи и грабежи. В 70-х годах его короновали воры в законе. К концу 80-х он окончательно перебрался в Москву. Номер 3. Джаба Иосилиани, Дюба. Грузинский вор в законе. Иосилиани – политик, общественный и военный деятель, профессор и кандидат наук. Раскрыл свой талант к литературе, сидя в тюрьме, совершал кражи, организовывал контрабанду, занимался вымогательством. Родился в грузинском городе Хашури. Большую часть своей жизни все же посвятил Грузии. Здесь был судим, здесь получил образование и преподавал в оконченном им университете. Организовал национальную группировку, повлиявшую на смену политического режима в стране. Некоторое время фактически руководил государством, оставаясь в тени. Был объявлен изменником родины, приговорен к 11 годам тюрьмы. Но спустя два года был помилован. Умер он от инсульта в 2003 году. Номер 4. Захарий Калашов, Шакро Молодой. Шакро Молодой имеет три судимости. Влиятельный вор в законе. Длительное тюремное заключение помешало ему занять российский криминальный трон. Родился Калашов в Тбилиси, там и был коронован в 1971 году. Несколько раз отбывал наказание за кражу. К концу 80-х в грузинских тюрьмах он уже пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Покинул родину в 1989 году и перебрался в Москву. В настоящее время отбывает длительное тюремное заключение – 9 лет и 10 месяцев, присужденных в 2018 году. Номер 5. Вор в законе Атари Квантришвили, Атарик. Является братом Амирана Квантришвили. Создал несколько благотворительных фондов. Мастер спорта, заслуженный тренер и криминальный авторитет, вымогавший деньги у коммерсантов. Имел множество связей в совершенно различных сферах. Силовики, бандиты, спортсмены, предприниматели. Был расстрелян киллером в 1994 году. Родился Атари в Грузии, в городе Зестафони. Однако большую часть жизни провел в Москве, где и осуществлял свою криминальную и разноплановую деятельность. Номер 6. Вор в законе Шакрока Качия. Шакрор Старый. Вор в законе Старой школы. Провел в заключении более 20 лет. Один из самых влиятельных законников криминального сообщества. Старейшина отечественного воровского движения. Уважали его одинаково и славянские и кавказские бандиты. Часто разбирал споры и участвовал в воровских сходках в качестве арбитра. Родился в грузинском городе Зугдиди в 1940 году. Был несколько раз судим за хулиганство и за кражу. В 1967 году его короновали. Окончательно вышел на свободу в конце 80-х и переехал в Москву в 1989 году. Убили Шакро в 1996 году в Германии. Номер 7. Вор в законе Тимури Гебуния. Тимур Ванский. Влиятельный вор в законе, общавшийся одинаково хорошо и со славянскими, и с кавказскими авторитетами. Во время криминальной войны между этими кланами держался нейтралитета. Родился в Грузии, в Амаглебе, судим неоднократно за кражи, занимался исключительно воровским делом, воровством, ими жил. Во время отбывания сроков сменил множество тюрем, включая российские и киргизские. После освобождения в 1992 году не вернулся на родину, а осел в Подмосковье. Умер от болезни печени в 56 лет. Номер 8. Вор в законе Робинзон Арабули. Робинзон. Грузинский вор в законе, третейский судья в криминальных спорах. В 90-е годы считалось, что Робинзон, наравне с Шакро Молодым и Дедом Хасаном, руководит грузинским преступным кланом. Родился в Грузии, в городе Схваричами. Еще до своего совершеннолетия стал профессиональным карманником и имел несколько судимостей. В 1989 году перебрался в Москву, а умер в 2007 году от пуль, выпущенных киллером. Номер 9. Вор в законе Кахабер Шушанашвили, Каха Руставский. Вор в законе, смотрящий по Европе. Организовывал за границей бизнес по отмыванию нелегальных доходов. Родился в грузинском селе Рустави. Был судим за хулиганство. В 2001 году его короновали. В начале 2000-х годов перебрался со старшим братом в Европу, где занялся контролированием деятельности преступных группировок. В 2019 году суд Франции приговорил авторитета к пожизненному сроку за убийство. Номер 10. Вор в законе Симония Илья Махо. Авторитетный грузинский вор в законе противостоял распространению влияния Япончика и Деда Хасана в Иркутской области. В итоге был им раскоронован. Родился Махо в грузинском городе на Сирии. Коронован был на родине в 1974 году. Освободившись после длительного срока из Тулунской тюрьмы, осел в Иркутске. После раскоронации и поражения в войне с Дедом Хасаном и Япончиком уехал в Сочи. Затем осел в Подмосковье. В ноябре 2019 года ему был возвращен его высокий титул. Ну а это был канал Кто по масти. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.